Здравствуйте! В эфире тема дня. Гости программы Владимир Ковальчук, директор Одесского колледжа компьютерных технологий Одесского государственного экологического университета, доктор физико-математических наук профессор. И Александр Цуркан, зам директора Одесского колледжа компьютерных технологий Одесского государственного экологического университета. Здравствуйте! Сегодня метеорологам и гидрологам необходимы знания в сфере компьютерных технологий, без этого невозможно. И, соответственно, при подготовке специалистов также вводятся курсы компьютерных технологий. Для чего сегодня специалистам вот в этой конкретной сфере необходима компьютерная подготовка? Я предполагаю и считаю, что компьютерные дисциплины, компьютерные науки, они вообще-то внедряются во все сферы жизни. И, конечно же, в метеорологию. Я профессор кафедры автоматизированных систем мониторинга окружающей среды Одесского государственного экологического университета. И одновременно являюсь директором колледжа компьютерных технологий, в котором ведется подготовка специалистов среднего звена, специалистов, которые, в общем-то, потом дальше пополнят ряды IT-специалистов. Это и программная инженерия, это компьютерные сети. Многие из них продолжат свое образование в экологическом университете, в частности, на подготовке будущих метеорологов. Потому что работа с приборами, обработка данных, огромные массивы численные, которые получают во время подведения итогов и наблюдений каких-то, обязательно должны использоваться компьютерные технологии. Они сегодня на слуху, и очень это современное направление. Одно из самых актуальных, наверное. Самое актуальное. И об этом говорят даже те, извините меня, конкурсы, которые мы испытываем на сегодня. Например, в прошлом году в нашем колледже был конкурс на специальность программирования и компьютерной сети 1 к 4. В этом году еще только несколько дней проходит прием документов. У нас лицензионный набор 300 человек, а уже 170 человек подали документы. Это реальные молодые люди, которые хотят стать специалистами в области IT-технологий. Уровень подготовки достаточно высокий. Мы можем даже гордиться тем, что наших специалистов, наших выпускников приглашают председателя государственной комиссии, которые работают у нас, принимая дипломы, дипломные проекты. После четвертого, заканчивая четвертый курс, они защищают дипломные проекты. И мы приглашаем председателями государственной комиссии специалистов, которые являются ведущими специалистами в IT-области. Это доктора наук, профессора, которые внимательно слушают эти дипломные проекты. И оказывается, что наши ребята готовят такие дипломные работы, о которых они потом мечтают заполучить таких специалистов. Например, в этом году один из наших выпускников не просто разработал компьютерную программу, он разработал вирус для этой компьютерной программы и антивирус. То есть это говорит о достаточно высоком уровне подготовки. На сегодняшний день в колледже работает 19 кандидатов наук и один доктор наук. Это достаточно очень сильная группа людей, которая способна шаг за шагом подготовить хорошего квалифицированного специалиста. Владимир Владимирович, очень сильный коллектив. Этот коллектив ожидает и сильных потенциальных студентов. Кто сегодня может, Александр, стать студентом вашего колледжа? Студентом нашего колледжа может стать любой выпускник девятого класса. Документы, которые необходимы при поступлении, это свидетельство об окончании девяти классов, паспорт гражданина Украины, ну и сдать успешные экзамены. Так вот, давайте поговорим об экзаменах, что это за экзамены, если это ученик девятого класса. И я так понимаю, что и одиннадцатиклассники, в общем-то, тоже могут стать вашими студентами. Какие для них испытания вступительные существуют? Я дополню, если можно. Девятиклассник по окончанию девятого класса, предоставив свидетельство об окончании девятого класса, проходит вступительную кампанию, он сдает экзамен «Украинский язык диктант». Это диктант на базе девяти классов, достаточно простой диктант, который, в общем-то, должен выразить или показать знания, которые он получил за девять классов. Ну, где-то на уровне, наверное, аттестации, которую они проходят в девятом классе в школе. И математика-тесты, тоже в рамках подготовки девятиклассника. Да, у нас мы можем принимать и одиннадцатиклассников. Они могут к нам прийти, если вдруг, неожиданно, во время сдачи ЗНО они испытали стресс, получили недостаточно высокий балл, или, допустим, даже они какой-то экзамен, может быть, сдали не тот, если они сдавали три экзамена ЗНО, украинский, математика, физика, математику он завалил, он может к нам приходить в украинский язык и физику принести. И мы его сразу берем на второй курс. На второй курс, причем только по документам. Никакого собеседования, никаких экзаменов ребенок не испытывает. Он продолжает учебу со второго курса. Причем предусмотрено, что он может проходить обучение на бюджетной форме образования. Но бывает такая ситуация, когда вообще несчастье произошло, и ЗНО завалено. В таких случаях они могут к нам прийти, показав свидетельство об окончании девятого класса, поступать на общих основаниях, но если они... И тоже побороться за бюджетное место в том числе, нет? Нет, нет, только на контракт. Они проходят только на контракт. Экзамены мы принимаем с 15-го числа, июля месяца, до 25-го. 25-го уже будет опубликован первый рейтинг, потому что данные передаются в единую базу данных, и Киев определяет рейтинг. Но, как правило, студенты подают документы не на одну специальность, а на несколько могут подавать. В этом году на три. И дальше по рейтингу их распределяет система, единая база данных, и подает информацию абитуриентам, кто, какое положение, какое место занимает в этом общем списке. И вот тут очень важный вопрос, волнующий всех поступающих. Какие преференции после получения диплома колледжа они будут иметь для дальнейшего обучения? Студент, уже как говорилось, может поступить на третий курс Одесского государственного экологического университета. Я уточню, сколько времени учится в колледже студент? После девятого класса, если поступает? После девятого класса студент учится четыре года, он получает аттестат. И может после окончания колледжа поступить на третий курс Одесского государственного экологического университета, Политехнического университета, Одесского национального университета имени Мечникова, по соответствующей специальности, по своему профилю. Либо это разработка программного обеспечения, либо обслуживание компьютерных систем и сетей, техническое программирование. И это поступление с дипломом колледжа происходит тоже по внутренним экзаменам вуза? Тестирование. Происходит собеседование или тестирование в зависимости от того, как смотрит вуз на то, чтобы пополнить ряды абитуриентов, места которых освободились после первого-второго курса. Студенты же не все успевают. И эти места занимают наши студенты, это очень приятно. Но у вас многолетняя практика, ваши студенты попадают на эти места? Попадают, как правило попадают. Но хотелось бы отметить, что поскольку Одесский колледж компьютерных технологий, это колледж, который создан на базе станкостроительного техникума. Это очень старое учебное заведение. Да, одесситы его знают в основном. Да, это очень старое учебное заведение. В 2011 году мы превратились в колледж компьютерных технологий Одесского экологического университета со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы акцентируем внимание на подготовку айтишников, но мы не забываем о подготовке специалистов в области машиностроения. У нас остается набор на эту специальность. Единственное, что мы делаем акценты на подготовку специалистов Галузева машинобудувания как техническое программирование. То есть наши ребята, которые обучаются на факультете машиностроения, они обучаются основам программирования станков числовым программным управлением. Они изучают языки низкого уровня, это на уровне машинных кодов, это и Солид, и Ассемблер. И это достаточно образованные тоже в программном отношении ребята, которых с удовольствием берут в учебное заведение Украины, не только нашего города. Авиационный университет в городе Киеве заинтересован в наших выпускниках. Но вы готовите и веб-дизайнеров. Веб-дизайн — это немного другое направление. Мы готовим специалистов в области разработки программного обеспечения. Первый курс, на первом курсе они проходят в школу. После первого курса они получают аттестаты о среднем образовании. На втором курсе они начинают изучать язык программирования C++. Один год они учат язык программирования C++. Курс заканчивается экзаменом. На третьем курсе они начинают изучать язык программирования C++. Тоже один год. Курс тоже заканчивается экзаменом. И на четвертом курсе один год наши студенты изучают язык программирования Java. То есть в процессе обучения изучаются три языка программирования. Программисты, которые работают у нас, ребята, они мониторят рынок труда. Они смотрят, какие востребованы языки программирования. И мы на сегодняшний день держим руку на пульсе. Вот, например, мы в этом году уже будем преподавать такой очень популярный язык Perl, который очень известен в мире. И многие пользуются им сегодня. Но что самое главное в нашем колледже, это прохождение практики. То есть мы сейчас говорим о том, что это не только образование или поступление, а потом вуз. Это и потенциальная гарантия хорошего трудоустройства с вашим дипломом. Абсолютно правильно. Александр Владимирович занимается этим вопросом. Он пытается и находит очень серьезные интересные фирмы. В целой антирекламы мы не хотим ничего говорить. Но дело в том, что если мы назовем одну фирму, обидим другую, с которой мы взаимодействуем. Но практически все наши ребята проходят практику на этих фирмах. Владимир Владимирович, давайте в заключении напомним еще раз, до какого часа можно подавать документы. В Колледже компьютерных технологий Одесского государственного экологического университета можно подавать документы до 14 июля включительно. Уже сейчас идет прием документов. И буквально две недели происходит эта процедура. Нужно сдать обязательно свидетельство об окончании девятого класса. Это основной документ. Четыре фотографии, чтобы мы знали, как выглядит абитуриент во время экзамена. И после него тоже потом сравнивали. И, конечно же, документ о том, что этот молодой человек является гражданином Украины. С 15 июля уже начинаются выпробования, испыты. 13 июля в 15 часов в актовом зале нашего учебного заведения состоится встреча родителей абитуриентов с администрацией колледжа, где мы будем вести прямой диалог с родителями о том, как будут проходить экзамены, что для этого надо, как подготовиться надо. И будем еще более детально говорить о тех специальностях, на которые, в общем-то, собрались учиться ваши дети. Спасибо вам большое за беседу. А я напомню, в гостях были Владимир Ковальчук, директор Одесского колледжа компьютерных технологий Одесского государственного экологического университета, доктор физико-математических наук, профессор, и Александр Цуркан, замдиректора Одесского колледжа компьютерных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok